В эфире новости в студии Илья Лопушенко. Здравствуйте, подводим итоги этого дня. В Владимирской области 9 предпринимателей подали заявки на лизинг. На долгосрочную арену оборудования им потребуется более 60 миллионов рублей. Поддержку региональным бизнесменам продолжит оказывать федеральная корпорация МСП. Между ее генеральным директором и администрацией области сегодня было подписано новое соглашение о сотрудничестве. Корпорация занимается поддержкой малого и среднего бизнеса по всей стране. Во Владимирской области эта работа ведется уже 5 лет. Новое соглашение даст возможность владимирским предпринимателям и дальше активно пользоваться услугами профессиональной платформы. С начала года это сделали свыше 90 компаний из нашего региона. Большинство обращений связаны с получением кредитов. Объем поручительств от госкорпорации составил 545 миллионов рублей. Если мы говорим про те компании, которые получили поддержку, то их порядка 150. Это они делятся на две части. Те, кто получили гарантийную поддержку, и те, кто получили возможность льготного кредитования. Есть другое количество компаний, которые также дают обратную связь по тому, что работают, что не работают. Благодаря работе с корпорацией администрация области реализует важный аграрный проект «Фермерский островок». С помощью него бизнесмены имеют возможность размещать свой товар на прилавках крупных сетевых магазинов. Это особая мера обеспечения продовольственной безопасности 33 региона. Узнать подробности по льготному кредитованию можно в центрах «Мой бизнес» и у сотрудников профильного департамента. Корпорация МСП имеет широкий спектр возможностей для финансирования проектов, для представления поручительств, для инструментов для снижения процентной ставки. И проекты разные, с кредитным лимитом, допустим, 50 миллионов рублей. А есть, к примеру, у нас большие заявки, мы сейчас с ними будем работать. Это крупные предприятия по переработке молока или, к примеру, той же самой технической конопли. Владимирская область ускоренными темпами готовится к отопительному сезону. Лучшие показатели у Радужного, Коврово и Судоводского района. Общая готовность по региону на сегодняшний день составляет 44%. Департамент ЖКХ каждую неделю проводит проверки. До начала отопительного сезона они пройдут во всех муниципалитетах. Подготовку теплооснабжающих организаций оценит и Ростехнадзор. Отдельно специалисты проверят районы, которые вовремя не получили акты готовности в прошлом году. Среди них Владимир, Ковров, Муром, Александровский и Визняковский районы. Глава региона Александр Авдеев поручил руководителям проблемных территорий взять этот вопрос на особый контроль. Продолжаем выпуск. Еще три кандидата подтвердили сегодня свое намерение участвовать в выборах губернатора Владимирской области. Сергей Бирюков, Сергей Корнишов и Александр Суботин представили в обл. избирком комплект документов для регистрации. В том числе листы с подписями депутатов муниципальных образований. Кандидаты от региональных отделений партии «Справедливая Россия», «ЛДПР» и «Партия Роста» заявили, что получили поддержку депутатов на местах. И у них не возникло проблем с прохождением муниципального фильтра. СРВ Сергей Бирюков смотрит на предстоящую предвыборную кампанию с оптимизмом и говорит, что любые выборы – это новый этап в жизни. Никакого противодействия со стороны органов местного самоуправления или других политических сил я на себе не ощутил. То есть все, к кому я обращался за просьбой поддержать мое выдвижение из муниципальных депутатов, никто не сказал, что извини, но мы из другой партии или нам какие-то указания. Всегда шел нормальный диалог. ЛДПРовец Сергей Корнишов вместе с командой единомышленников провели серьезную работу, результатом которой стали необходимы для его окончательной регистрации в качестве кандидата в губернаторы 132 подписи народных депутатов из 19 территориальных образований. Проводилась такая целенаправленная работа с депутатами, в первую очередь от ЛДПР, от других политических партий и самовыдвиженцами. Поэтому муниципальный фильтр, можно сказать, что он пройден. Проехали практически все муниципальные образования, тем самым собрали 132 подписи. Кандидат от регионального отделения партии Роста Александр Суботин назвал этап сбора подписей депутатов непростым. Но он понимает, что борьба только начинается, и конкуренция – это хорошо. Когда много кандидатов, избирателю есть из кого выбирать. Не выигрыш или выигрыш даже, а победа на выборах – это огромный опыт. Мы его получаем, мы его трансформируем в результаты, и, соответственно, конкурентная борьба – это очень нужный и важный элемент избирательных компаний. К другим новостям. За один день в регионе сразу две смертельные аварии. В Собинском районе автомобиль врезался в большегруз. Как сообщают в госавтоинспекции, 60-летняя женщина за рулем Митсубиси выехала навстречку и столкнулась с грузовиком. От полученных травм она скончалась до приезда скорой помощи. Водитель большегруза не пострадал. Еще одна смертельная авария произошла в Гусь-Хрустальном. На улице Калинина 17-летний подросток на мотоцикле выехал на встречную полосу, не справился с управлением и наехал на бордюр. В результате упал с мотоцикла и ударился головой о столб. Подросток скончался на месте. По информации полиции, у юного водителя не было прав и мотошлема. В месяц около 500 рублей. Столько жителей поселка Ставрово Собинского района платят за холодную и горячую воду. Люди недовольны ни тарифом, ни качеством воды. Из кранов она течет с едким запахом и ржавая. Приготовить еду или постирать белье невозможно. В борьбе за свои права и здоровье Ставровцы потеряли надежду. Что делают местные власти, чтобы решить коммунальную проблему, выясняла Наталья Замнина. Такую воду пить совсем не хочется. Не то, что людям, даже животным ей брезгуют кошки. Я ее меняю каждый день. Она и то иногда даже не хочет ее пить. Светлана Анатольевна, пенсионерка, таблетки запивает водой из кувшина. Вот вода, ее сразу видать. Видите? Фильтра хватает на месяц. А вот еду женщина готовит на покупной воде. Отдает 4 рубля за литр. Спецавтомат рядом с домом. Им пользуется и Андрей. Чтобы просто-напросто не наредить своему здоровью или просто не отравиться. Повод для осторожности есть. Ставровцы сделали независимую экспертизу. Заключение в воде зашкаливает. Уровень мутности и железа. Но и это не все. И у нас была калиформная бактерия. То есть, это серьезное такое, да. Но когда уже была официальная калиформная бактерия, выявлено не было. То есть, ну как мы общались, калиформная бактерия – это конденционная палочка. Это значит, система водоочистки не работает. А микроорганизмы, говорят ставровцы, причина – инфекционных заболеваний и развитие патологий в кишечнике. Чтобы не попасть в больницу, люди ездят на родник, ближайший за 20 километров. Вообще непригодно. Ни для питья, ни для стирки белья. У нас же умываться. То есть, там и техника портится. Два раза платим. Да, да. Здесь берем и там платим. Я и говорю. И приличную сумму. В месяц около 500 рублей. И за горячую, и за холодную воду. Люди уверены – это несправедливо. В ресурсной компании жалобы услышали. Провели официальную экспертизу качества воды. Она показала – опасных бактерий в ней нет. Но есть и запах, и цвет. Поэтому… Был тариф 33 рубля, сейчас стал 29 с копейками. Нам снизили тариф из-за того, что у нас не было капитальных положений. Ну и пошли навстречу жителям. Снизили хотя бы стоимость воды на эти 4 рубля. Потому что жалоб много. Действительно, вода желает оставлять лучшего. Но снижение тарифа Ставровцы не ощутили. Плохую воду используют около 3000 жителей Заводского района. Они живут в 30 домах на улицах Комсомольская, Юбилейная, Школьная и Октябрьская. Свою проверку организовали и прокуроры коммунальщиков. Они обязали сделать людям перерасчёт. Ну, надо знать ещё о том, что в этих домах живут люди, которые вообще не платят за коммунальные услуги. Естественно, они пока права на компенсацию перерасчёт не имеют. Пока не погасит все свои задолженности. Причина плохой воды в состоянии центрального трубопровода. Он изношен на 100%. Его заменят капитально на средства нацпроекта. Ремонт обойдётся в 220 миллионов рублей. С нормальной водой наши жители должны быть примерно ровно через год. Потому что в августе торги, первый этап, первый этап, начнём сразу же работу. Возможно, что попробуем осень и первые месяцы зимы проколом пройти центральный водовод. Если мы подсоединимся, то к весне качество воды наше должно просто быть заметно улучшено. Качество воды не навредит новому бассейну в Ставрово за 122 миллиона. Ермаков заверил, на сооружение предусмотрена мощная система очистки. Окунуться в новый бассейн ставровцы смогут уже в этом году. Наталья Забнина и Вячеслав Сноровкин. У жителей села Добрынское другая проблема. Они жалуются на бродячих собак. Те забегают на участки, топчут огород, кусают детей и даже убивают домашних птиц. Недавно многодетная семья лишилась семерых гусей. Кто будет отвечать за ущерб и что делать с безнадзорными собаками, узнали наши корреспонденты. Гусь Берр, один из четырёх уцелевших. До нападения собак пернатых было 11. Потерю семи птиц обнаружил глава семейства Денис Кильдичев. Он услышал шум возле клетки и поспешил на помощь, но не успел. Я видел их две собаки, рыжие. Они или сёстры, или мать и дочь. Где-то такие вот под вид охотничек. Они меня услышали. Я видел, как они по звуку, что они вот отсюда выбегали. Туда выбегали. То есть, какую даже сетку не поставили бы, они всё равно подкопались бы. Несколько гусей принадлежали одному из детей. 13-летний Фёдор купил их сам. Откладывал деньги из карманных расходов. Подросток привязался к птицам. Каждый день заботился о гусятах, кормил. Когда увидел их мёртвыми, упал в обморок. Ребёнок не мороженое покупал, а откладывал деньги и дал деньги на четырёх гусей. То есть, ребёнок заводил. Он любит животных. Ребёнок пришёл, когда это увидел, он у меня здесь потерял сознание. У ребёнка травма до сих пор. Мама рассказывает, год назад бродячие собаки покусали её сына. В больнице ему поставили пять уколов от бешенства. Собаки постоянно пугают дачников и жителей села. Бабушка Фёдора вспоминает, её саму кусали несколько раз. Это очень страшно, вспоминает пожилая женщина. Семья не понимает, почему никто не занимается отловом диких собак, которые доставляют убытки. Гусей кормили дорогим кормом. А теперь придётся строить оставшимся птицам новый загон. На это тоже нужны деньги. Многодетная мама планирует добиваться возмещения ущерба. Ущерб значительный. И как бы в связи с этим обращалась в администрацию. И в Сараеву звонила главе района. В Боголюбову обращались. В прокуратуру, главному прокурору нашему отвезли заявление. То есть, как бы мы пытаемся добиться того, чтобы нам вернули ущерб. Потому что главы не работают. В департаменте ветеринарии подтвердили. Заявка от семьи действительно поступала. На место отправили команду специалистов по отлову животных. Дали задание нашему подведомству учреждению, центру ветеринарии Владимирской области, для организации мероприятий по отлову данных животных, которые в настоящее время, вот эта заявка находится на исполнении. То есть, и по данным исполнителя, сегодня в вечернее время будет проведена процедура отлова животных, которые находятся на территории села Добрынская. В департаменте ветеринарии добавили, прежде чем говорить о возмещении ущерба, необходимо выяснить, чьи это собаки. Сделать это не так просто. Если хозяева животных найдутся, они будут обязаны выплачивать деньги пострадавшим. А если нет, возмещение ущерба придется требовать от муниципалитета. Александр Инин, Мария Гончарова и Вячеслав Сноровкин. Во Владимире 300 паломников и представителей духовенства встретили ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского. Благодаря ему был построен крупнейший мужской монастырь Троицы Сергиевой Лавра в Московской области. В эти дни мы празднуем 600-летие обретения его святых мощей. Читаем помещение, как братья открыли его мощи на кладбище, которое было, где сейчас стоит духовской храм Троицы Сергиевой Лавры. Владимир – один из городов Большого пути, где показали бесценный грудь. В Успенском соборе святыня пробыла два дня, пока шли торжества в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского. Торжественное богослужение совершил митрополит Владимирский Иисус Дальский Тихон. А прихожане собора отметили, что духовный подвиг преподобного помогает спустя даже полтысячи лет. Было невозможно не прийти, не поклониться и не встретить его. Он помогал очень многим. И, конечно, хотелось бы посоветовать многим людям не оставаться в стороне, приходить в храм, молиться, радоваться жизни и верить, что были такие святые, как Сергий Радонежский. Ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского примут еще как минимум 50 епархий. Общая протяженность маршрута составит около 30 километров. Конечная точка – Московская область, туда святыню доставят в октябре. В честь Большого праздника впервые за 100 лет знаменитая Рублевская Троица покинула Третьяковскую галерею. Гусь Хрустальный готов удивлять жителей и гостей. Во Владимирском туристском информационном центре прошла презентация города Стеклоделов. Праздник состоялся в рамках программы «Дней малых городов». Что организаторы приготовили для посетителей, Татьяна Гордеева расскажет подробнее. Ты так нежна и трепетна, красиева. Забавные гуси на Большой Московской танцуют и развлекают прохожих. Такой креативный ход придумали жители Гусь Хрустального, чтобы пригласить гостей на праздник в честь их родного города. Идея сработала, пройти мимо было трудно, рассказывает Елена. Во Владимир женщина приехала из Москвы и с удовольствием приняла участие в мастер-классе, который подготовили гусевские мастера. Сделали барельеф гуся. Ну не хрустального, а соленого теста. Вот у нас получились такие пеликаны, фламинго. Ну в общем, птицы счастья. Вот очень удачно мы зашли. Так что спасибо огромное организаторам. Город в гостях у города. Это прекрасная, мне кажется, такая традиция. Вот познакомиться и потом, может быть, еще продолжить знакомство уже на месте, приехав туда. Познакомиться со столицей Стекольного края можно было в Туристском информационном центре. Каждую субботу здесь проходят Дни малых городов Владимирской области. В день гусь-хрустального для детей мастер-классы по бисероплетению, лоскутному шитью и батику подготовили преподаватели школы искусств имени Балакирева. Необычный сюрприз сделала и местная предпринимательница. Участники мастер-классов трудились и потом после того, как натрудились, с удовольствием едят вот такой замечательный торт. И булочки, и торт с гербом нашего города, символом с гербом нашего города, сегодня вот является таким замечательным угощением. Важнейшая часть презентации гусь-хрустального – рассказ о стекольном производстве и мастерах-стеклоделах. Именно их нелегкий труд прославил район и город. Вы понимаете, каждый день приходить и работать со стеклом – это значит все равно, что работать со стихией. Это стихия. Стекло – это стихия, у которой температура достигает 1450 градусов. И поэтому человек должен быть сам по себе интересен. Мало того, что он сам по себе интересен, он еще и творчески инициативен. Туристский информационный центр оснащен современным оборудованием, например, цифровыми панелями. На них можно узнать, где остановиться в городах области и как провести свободное время. По мнению директора центра «Дни малых городов» – хороший способ в неформальном общении познакомить жителей и гостей области с их культурой и традициями. Все это несет в себе такие, знаете, индивидуальные особенности каждого района и показывает отношение своих людей к своему делу. Они очень любят свое дело и готовы им делиться своим опытом и рассказывать на мастер-классах и показывать это. В следующую субботу на площадке туристского центра свой город представят жители Вязников. На очереди Киржач, Петушинский район и Юрий Впольский. Татьяна Гордеева и Сергей Власов. И о спорте. Юные владимирские футболистки завоевали путевку в финал первенства России. Соревнования прошли в Ярославле. Владимирская команда спортшколы Олимпийского резерва по футболу стала победителем первенства ЦФО среди команд девочек до 13 лет. Лучшим игроком признали Василису Червякову. Сборная Владимирской области стала сильнее своих сверстниц из Золотого кольца, тем самым получила путевку в финал первенства России. Серебро там же в Ярославле среди девочек до 17 лет получили старшие воспитанницы школы Олимпийского резерва. Они уступили команде «Шинник» из Ярославля со счетом 0-2. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Давайте делать новости вместе. Если у вас есть интересная история или нужна помощь, звоните к нам в редакцию по телефону 32-62-33. А я с вами прощаюсь. Далее в эфире программа «Здесь и сейчас». Ее ведущая Екатерина Старикова уже в студии. Екатерина, добрый вечер. Добрый вечер, Илья. О чем сегодня говорите с гостем? А сегодня у нас пройдет прямая линия с исполняющей обязанности директора Департамента культуры Владимирской области Ольгой Деминой. Увидимся сразу после рекламы. Не переключайте канал.